Самый главный вопрос, который задают почти все. Как набрать массу дрищу? Какие у меня планы на личную жизнь? Какой был лучший день в твоей жизни? Как я? Ну что, ребята, всем привет! И сегодня, конечно же, будет особое видео, потому что сегодня я буду давать ответы на ваши же вопросы. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы полетели! И так, ребята, я делал пост в Инстаграм, где у вас была возможность задать мне любой вообще просто вопросик. И я выбрал самые адекватные вопросы, на которые я сегодня дам ответ. И так, первый и, наверное, самый главный вопрос, который задают почти все. Когда видео про StrongSpirit? Если честно, ребята, это очень ответственное видео. К нему нельзя просто отнестись, взял камеру и давай снимать. Я на данный момент расписываю все по сценарию, что все было красивенько. Я хочу у каждого атлета, который был в команде, который является на данный момент, взять интервью. Как все начиналось, как было на тот момент, как создавался тот же логотип. Какой он был изначально. Показывать вам все фотографии старых логотипов. Также показывать мероприятия, которые мы проводили вместе с командой. И вообще, что мы сделали для нашего города, для того, чтобы стритворкаут развивался. На это, конечно же, нужно время. И это так просто быстро не делается. Потому что я хочу сделать видосик примерно где-то на 20-25 минут. Где я полностью расскажу всю историю команды StrongSpirit. И вы наконец-то узнаете, что такое и кто такие StrongSpirit. Так, ребята, следующий по очереди вопросик. Как набрать массу дрищу? Скажу так. Я не являюсь диетологом, который может тебе посоветовать, как питаться и тому подобное. На данный момент у меня есть проблема, потому что я набрал лишних 3-4 килограмма. Как вы знаете, кто не знает, я был в Малайзии полгода. И как бы там сильно по питанию не разойдешься. Когда я приехал домой, конечно же, все домашнее, все свое. И я набрал лишних 3-4 килограмма. Это, конечно, печальненько. На данный момент я нахожусь на этапе сброса веса. Я вешу сейчас 86 килограмм. Хочу 83-82 килограмма. Это просто будет идеально. Хочу просто рельефное тело. Поэтому на вопрос, как набрать массу, я не знаю, блин. Я приехал, я тупо жрал все. Я просто жрал все и в больших количествах. И вот как-то оно само пошло. Даже по моим щекам можно увидеть, что я набрал. Поэтому, ну как-то, я не знаю. Если бы я был каким-то диетологом, я бы тебе, конечно же, посоветовал бы вообще мега совет. Но так, не знаю. Не знаю, что тебе даже и сказать. Просто я, когда хочу набрать массу, я хаваю все подряд. Когда я просушиваюсь, я бегаю в основном и делаю усиленные тренировки. Все. Короче, самое главное, кушай много, в больших количествах. Не жирные, а стараться более-менее полезные, чтобы это все было. Я думаю, это ключ к массе, но я не знаю. Конечно же, усердные тренировки также дадут свои плоды. Также мне поступил вопросик по поводу бренда Strong Spirit. Что с ним будет дальше и как он будет развиваться. На данный момент, на этот вопрос я не хочу отвечать, потому что половина людей, которые меня смотрят, они не знают, что такое Strong Spirit. Они не понимают, что это такое, что это за логотип, что это вообще за команда. И вот только когда я запишу видео про историю Strong Spirit, тогда я дам ответ по поводу бренда. Как это все будет идти, как это все дальше будет развиваться. Распространенный вопрос по поводу девчонки, какие у меня планы на личную жизнь и что я вообще планирую делать дальше. Все очень просто. На данный момент я нахожусь холостой. Это, конечно, круто, когда у тебя есть дополнительная поддержка, какая-то дополнительная мотивация. Но я понимаю, что моя карьера, то бишь моя работа, она заключается в поездках за границу. Так как я очень ревнивый человек, я просто, блин, чисто морально будет очень тяжело работать за границей и понимать, что моя девчонка здесь на месте. Как говорится, доверяй, но и, как говорится, доверяй, но проверяй. Как я? Я не хочу никаких отношений. Меня устраивает то, что есть на данный момент. Распространенный вопрос, что я делаю на ютубе? Какая моя главная цель на ютубе? Короче, все очень просто. На данный момент я ищу себя в плане ютуба. Я развиваюсь разнопланово. Как вы могли заметить, у меня изначально были ролики чисто там мотивационного плана, чисто жизненные. Потом уже вот начались какие-то пранки с спайдерменом. Потом уже вот на днях забрасывал видосик по поводу угона машины. Поэтому я ищу себя в разных направлениях. Я также хочу снимать все. У меня нет определенного типа. Вот я не хочу там чисто воркаут и все. Я понимаю, что есть аудитория, часть аудитории, которая смотрит меня из-за того, что я снимаю какие-то жизненные истории, свои жизненные поездки. Часть аудитории смотрит мои разные обучалки, связанные с воркаутом. И, конечно же, часть аудитории смотрит какой-то развлекательный контент. То есть, это спайдермен, это угон машин и тому подобное. И определенно сказать, что вот, я там буду делать чисто воркаут контент. Нет. Такого не будет. Потому что я развиваюсь в этом плане. Поэтому, ну, как бы экспериментирую, экспериментирую, еще раз экспериментирую. Итак, ребятушечки, следующие вопросы. Какие дальнейшие планы? Я так понимаю, в плане выступлений, в плане поездок и тому подобное. Мы уже дома находимся полтора месяца. Есть предложения. И хорошие предложения. Не буду на данный момент открывать вам все карты. Если все будет хорошо, конечно же, вы увидите это все на моем каналчике. Так что давайте, ребята, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. Потому что дальше будет много интересного. На данный момент, как я говорю, есть уже предложения по поводу выезда за границу. Но это все находится на этапе рассмотрения. Мы пока рассматриваем все варианты. А потом, конечно же, вы увидите, что будет дальше. Поэтому на данный момент я буду в своем городе воплощать все свои идеи для видео. Делать какие-то еще пранки и тому подобные, социальные эксперименты. Мне это все интересно. Поэтому буду воплощать свои идеи в жизнь. Итак, следующий вопросик. Какой был лучший день в твоей жизни? На данный момент самый лучший день был, это, конечно же, возвращение домой. Потому что проработал я в Малайзии полгода. И я очень хотел домой. И, блин, как бы я понял, что работа. Я готов был работать еще год-два без проблем. Но все равно дом есть дом. И вот тот день, когда я приехал уже в свой город. Когда я позвонил уже в свои двери домой. Это реально самый лучший момент, когда ты не видел своих родных. Вот прекрасный момент. Ты просто вот стоишь возле двери, так сказать, с чемоданом. И просто говоришь, здравствуй, мама. Чтобы вы понимали, на тот момент мои родные не знали, что я прилетаю домой. Как бы я специально не предупреждал. Во-первых, это сюрприза. Во-вторых, я не хотел, чтобы наши волновались. Потому что мы двое суток добирались домой. И как бы я не хотел, чтобы реально было какое-то волнение. Потому что это самолеты. Это, блин, разные страны. Я думаю, лучше как-то отмазаться. А потом уже так, сюрприз. Но, конечно же, материнское сердце ее не подводило. И она догадывалась, что я направляюсь домой. Как-то так, короче. Так что, если смотреть на лучший день моей жизни, это возвращение домой. Итак, самый заключающий вопрос. И он очень важен. Я его оставил напоследок специально. Короче, рассказывай, ребят. Какой человек на тебя повлиял, то бишь, смотивировал. И почему? Все очень просто. Этим человеком является моя мама. Потому что даже в те моменты, когда я не находил выход из ситуации, мне было очень тяжело морально, я не понимал, что делать дальше. Это единственный человек, который меня обверил. И всегда она говорила, что все у меня будет, если я захочу. И если я буду дальше работать, работать усердно, не покладая рук и не сдаваясь. Поэтому человек, который меня всегда мотивирует, всегда, моя мама. Короче, ребята, вот такой вот получился видосик. Конечно, хочу поблагодарить каждого за просмотр. Хочу поблагодарить каждого, кто задавал вопросы. Простите, если ваш вопрос не попал в это видео. Потому что много вопросов были очень похожи. Я понимал, что нет смысла мне записывать 30-минутное видео, где я отвечаю на ваши вопросы. Если вы еще хотите, чтобы я дал ответ на ваши вопросы, оставляйте все свои вопросы в комментариях. Я обязательно выберу какие-то самые адекватные, самые толковые вопросы и дам на них ответ. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на мой канал. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставим пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Ставим пальцы вверх, даже если вам не понравилось это видео. Ждите мои новые видосики. Дальше будет просто все пушечка, все просто будет бомба-ракета. Поэтому всем спасибо и всем пока.